Всем привет! Мы находимся на очередном объекте, который как раз в процессе сейчас монтируется. Большая двухкомнатная квартира с двумя санузлами на керамограните, с люками в потолках, со встроенными карнизами с подсветкой. Ну давай по порядку. Мы находимся в кухне-гостиной. За моей спиной, соответственно, будет располагаться кухня. Там мы делаем просто вырез под вытяжку, ничего мы там не оставим. После себя мы просто оставим такое отверстие. Встроенные карнизы ПК-5 с подсветкой. Да, еще отмечу, у нас весь объект в чистом монтаже, то есть у нас все упаковано в пленку. Кстати, по этой пленке сейчас тоже очень много пытаемся мы изобрести что-то нового, потому что постоянно с ней проблемы. Точнее, не постоянно. На двух из десяти, блин, она отрывается вместе с краской. Это очень плохо. И причем это происходит не целиком по кругу, а где-то вот какими-то отдельными местами. И потом очень сложно стоять и спорить с заказчиком то, что это не пленка плохая, да, там или что-то еще. Это с краской проблемы. То есть либо плохо прогрунтовано в этом месте, либо там уж пыль попала, да, когда красили. Либо она просто не подсохла в этом месте, и поэтому, соответственно, она надирается вместе с ней. Просто логически задумайтесь, если у вас настолько нежная краска, как вы жить-то в этих стенах будете. То есть ты подошел, такой тронул, и что, все, перекрашиваю. Здесь у нас, да, все упаковано, соответственно, здесь краска не отлетает, мы уже все проверили. Здесь у нас есть люки в натяжных потолках. Вообще стандартный люк для потолочников считается либо 40 на 40, либо 50 на 50. Ну, это вот такие заводские. Но здесь в гипсокартоне, в коридоре, уже стоит люк 30 на 30. Он ведет коммуникацию, там краны и так далее. Поэтому мы заказали вот такие люки 40 на 40. Нет, 40 на 40 это стандартно. 30 на 30 мы заказали, они получились несколько дороже. Но при этом будет соблюден вот этот, ну, как сказать, размер. Ну, наверное, да. У нас там есть два вентиля, и вот здесь вот один, да, то есть клапан, который перекрывает вытяжку. Вообще, честно говоря, можно было обойтись и просто магнитными решетками, но в том месте, там они далеко расположены, там надо было либо ставить две, либо один большой люк. Поэтому туда люк. А здесь уже, чтобы не выделяться, так сказать, ну, решили тоже люк. Станузлы у нас на керамограните, все упаковано. Вот, соответственно, ребята уже просверлили. Ну, та стенка будет парящая, то есть в зоне душевой одна будет с подсветкой. Хочу отметить вот этот вот диффузор. Значит, смотри, у нас были видео про щелевые диффузоры, вытяжки, да. Это, наверное, один из самых премиальных вариантов на сегодняшний день, как сделать вытяжку в натяжном потолке. Это должен быть щелевой диффузор шириной в 3 сантиметра, черного цвета, ты там ничего не видишь внутри и так далее. Вот эту историю предоставили, ну, заказчику, видимо, те, кто собирали, скорее всего, в вентиляцию, я не знаю историю. Это просто жестянка, согнутая между собой жестянка, не имеет там никаких крыльев, да, а вот этих аэрокрыльев, чтобы ничего не свистело. И засор у нее, ну, сантиметров 5, блин, не меньше. И снизу просто наляпали белый слот, вот так вот. И все, типа потолочники затянуты. Сейчас будем ее снимать, перетачивать углы, потому что, говорит, мы на такую просто не затянем, мы все углы порвем. Ну, и следующий момент, поскольку, наверное, ребята просто не знают технологию заправки, они даже не оставили демпфера. То есть пришлось с ними связываться, чтобы, где наш демпфер, у нас на объекте не предусмотрен, соответственно, тащите сюда демпфер. Следующий момент. Вот здесь вот, вот по этому повещению, мне отдельно немножко грустно. Прям слеза выкатывается. Короче, здесь какая история. Как нам сказали, мы здесь четвертые, по-моему, мастера по потолкам, кого вызывали в процессе ремонта. И все предыдущие три, ну, типа мастера, которые сюда приходили, сказали то, что исполнить вот такую нишу на натяжном потолке невозможно. Вот они не возьмутся за это дело. Хотя заказчица на отрез не хотела гипсокартон. Потому что новостройка, гипсокартон, дом будет усаживаться, будут появляться какие-то мини-трещины и так далее и тому подобное. Ну и поскольку, понятно, все отговорили, здесь сделали гипсокартон, вот все это уже вывели, вот здесь трек будет, вон там такой же диффузор щелевой, да, с вытяжкой. Ну, только не такой щелевой, как в натяжном, а просто большая решетка будет. Вот, на самом деле, уважаемые заказчики, в натяжном потолке исполнить такую нишу возможно. Никаких проблем нету, мы это делаем, никого не слушайте. Те, кто говорят, что это невозможно, они просто не умеют это делать. Все. Ну, вот здесь, к сожалению, из-за некомпетентности, скажем, предыдущих мастеров. Хотя, ну, как бы по гипсокартону вообще нареканий нет, все очень хорошо сделали, качественно, прям ровненько, ну, прям не докопаешься. Но из натяжного тоже все это реально. И по карнизам тоже многие спрашивают. Мы когда делали такие ниши, внутрь устанавливали так называемый гибкий карниз. Он, как правило, идет в один ряд, и просто их несколько вместе ставишь, и вот прям все без нареканий. Ну, здесь идет гардероб, и здесь еще один санузел, он тоже будет с натяжным потолком, керамогранит, вот, и, соответственно, тоже будет парящий профиль. Уважаемые заказчики, если вы что-то хотите сами приобрести, треки, светильники, люстры, световые линии, не знаю, полотна, гардины для натяжных потолков, вы всегда можете обратиться к команде 1. Мы вам посоветуем, расскажем, предложим, покажем и объясним. Вот здесь наглядный пример. Здесь световая линия. Не буду сейчас называть ни производителей, тех, кто продал это заказчику, но она сюда продана в 5 кругов. То есть, если бы продавали ее сюда мы как материал, и то, что продали там, цена установки никуда не делась. Мы по-прежнему будем ее ставить и будем тратить на это время, и это будет стоить денег. Поэтому экономия здесь не получилась, не прокатила. Вот, но ладно, тем не менее, линию установим. Не совсем привычная для нас линия, обычно мы ставим флексовские. С этой линией все хорошо, это хороший профиль, нареканий нету, нормальные заглушки, все как надо. Вот, такой же хороший поликарбонат, рассеиватель. Отдельно стоит отметить ленту. Здесь стоит СВГшная лента, 24 вольта, 24 ватта на метр. Единственный момент, она теплая. Теплая лента, это тоже не вот тебе частая история в интерьерах. Обычно ставят белый цвет. Светить она будет очень ярко. Это прям как пить дать. Выдает она 2650 люмен. Вот, это достаточно прям так хорошо, много. Ну, в целом все. Предлагаю дальше, ребят, не отвлекать. На этом заканчивать. Татьяна, собираешь мотки и погнали отсюда. Татьяна, собираешь мотки и течень. Татьяна, собираешь мотки и течень. Субтитры сделал DimaTorzok